Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую практически на данный момент нет смысла. Если там еще будут какие-то кампании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве, и она тоже не возьмет. Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать, но Россия 21 века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том-то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ею воспользовался. Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная, разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось. Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую, светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную. Ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось, получилось чудовищно. А самое главное, это никому не нужно. Даже в России это никому не нужно. Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье – очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами оказалась никем не признанной и никому не нужной. Так вот, с Донбассом будет все то же самое. Александр Невзоров.